Тебе тоже надо какую-нибудь подушку, да, чтобы ты тоже в кадре был? Тебя тоже не видели? Очень долго, да? Скажу, что это? Жизнь моя блогерская, прикрутилась на этом? Да? Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас всех снова видеть! Мы приветствуем вас на моём канале, да, скажите, на нашем! У меня совершенно точно были причины, почему я не могла снимать. Я с ними не согласна, но так нужно было. В этом видео я хотела бы адресоваться тому, что не успела вам рассказать, как у меня дела и что вообще происходит на сегодняшний день. Я надеюсь, что вы поступите точно так же по отношению ко мне и напишите мне строчечку о том, как у вас дела и что самого важного произошло на последние сколько, 9 месяцев вашей жизни. А я расскажу свое. Большинство событий этого времени так или иначе затрагивают тему духовности. И, боже мой, как мы с вами нырнём в эту тему прямо до самых глубин, начиная уже со следующего видео. Об этом я хотела бы более, как это слово, социально объяснить, что произошло за это время и что происходит сейчас. Я хотела бы, наверное, выделить три или четыре основных момента, основных событий. Ну, первое, это моя долгожданная поездка в Инжи. Я знала, что когда-нибудь я окажусь в этой далёкой, замечательной, очень важной для меня стране, но не знала, когда. И когда получила приглашение, это был как гром. Это были незабываемые семь дней. Звучит как-то немножко мало для того, чтобы пожить в Ашраме. Но там насыщенность и событийность была, конечно, невероятная. В Ашраме мы встретили несколько очень близких моему сердцу друзей. И в Рамс Хадиши подусели с ними просто в самом правильном месте. Встретила своих коллег, которыми не могла увидеться более двух лет, потому что, как оказалось, в Индии встретиться нам было легче, чем в Москве. На седьмой, заключительный день, я проснулась и поняла, что я готова ехать домой, но не в Питер. Потому что с сегодняшнего дня моя миссия в Петербурге закончена. Я сегодня живу. Вот уже скоро будет год, как на две страны, это Россия и Беларусь. Большая часть моей жизни, если не вся моя сердечная жизнь, уже давно там, в Минске. А сюда, в Питер, я возвращаюсь. У меня здесь квартира и часть жизни, воспоминания, мои родители здесь. Так что кататься я туда-сюда буду. Но я понимаю, что вот так вот физически моя история с Петербургом уже завершается. И третье событие, которое вот супер напрямую связано с тем, почему я отсутствовала на канале так долго. В прошлом видео, где я рассказывала про смену фамилиции, это волос, новые свои курсы и планы на жизнь, и про всё, и про Беларусь. И я рассказывала, что я собираюсь ехать на некий такой духовный тренинг, тренинг-процесс под названием «Инь-янь». Вот-вот-вот, и я так чуть-чуть вскользь про него рассказала, потому что, признаться честно, не имела ни сил, ни ресурсов, ни смелости вот так вот напрямую рассказывать, что это такое. Всё-таки люди должны быть несколько подготовлены, немного в теме, чтобы понять, о чём это. Поэтому я рассказала так, чуть-чуть, что еду на этот тренинг, и потом вернусь делать тарам-пам-пам-пам. Ничего из этого у меня не получилось, из моего тарам-пам, потому что на тренинге со мной случились некоторые вещи, которые далее окунули меня в очень глубокую духовную трансформацию с последствиями, которые до сих пор разворачиваются в моей жизни. Прямо. Прямо вот сейчас. И именно из-за этих вещей я и не могла снимать видео. Я съездила на этот тренинг, и всё. Следующие 9 месяцев меня не было. Все забыли, как я выгляжу. Абсолютно. О, господи. Мама, дай мне, пожалуйста, баррик. Кот, сам забери. Мама, хорошо? Я ещё буду гулять. Хорошо, родной? У Лёвика тоже всё хорошо. Вон. Как он сам выразился. Недавно сдал на белый пояс по карате. Кот, иди сюда. Что? Что? Скажи всем привет. Вот сюда иди. Сюда, сюда, сюда. Нет. Так. Присаживайся. Скажи привет. Вот так вот. Спасибо. Я пошёл дальше. Давай, роднойка. На чём я становилась? Ничего из того, что я хотела сделать после того, как вернусь к Питеру. У меня же были огромные планы. Всё это пошло. Все мои друзья, знакомые люди, с которыми я была так или иначе связана, какими-то обязательствами. Мой диджейнг, мой вокал, мои танцы, мои проекты, моя работа, мой канал. Абсолютно всё было свёрнуто. За эти 9 месяцев меня не видел никто. Кроме троих человек. Только трое имели ко мне доступ. Ну, ещё парочка клиентов, которые брали сессии, им я не могла отказать. Вообще не понимаю, на каких резервах я помогала людям, но вся моя энергия была направлена внутрь и задействована в этих трансформациях. Что это за тренинг-процесс? Что там со мной произошло? Почему? И как это влияет на мою сегодняшнюю жизнь? Я очень подробно описала в видео. Оно заснято, смонтировано и выйдет следующим. Оно будет мега-астросакральное. Как раз для тех, кто соскучился и ждёт астросакралочку, вот там будет много. Ну и ещё четвёртый пункт, такой советско-социальный. Провела я такие несколько курсов. Вообще не понимаю, на каких резервах. Но я помещала, и я провела курс про карму, чем невероятно сильно горжусь, потому что я собирала его в материал всю свою жизнь, вот эту, и брала из прошлого, потому что карманы именно об этом. Структурировать данный объём во что-то более-менее съедобное для человеческой психики, это хорошая задачка, и я отлично с этим справилась. Прямо я этим курсом горжусь. Я проводила его один раз. Анонса не было нигде. О нём знали только те, кто до этого у меня обучался на карте желаний, и кому я помогала в духовном пути. На карму очень много хотело людей попасть, но у меня вообще не было ресурса работать большим количеством, потому что я вкладываюсь с собою в вашу работу, когда вы на моих курсах находитесь. Для этого у меня должен быть изобильный ресурс и состояние, которого не наблюдалось. Вот, поэтому, да, я очень неправильно поступила по отношению к вам, не сказав ни в инсте, ни на ютубе о том, что будет этот курс про карму. И сейчас я в моменте выполнения своего следующего обещания, а это курс про деньги. Стартует он уже буквально вот на следующей неделе. У меня уже более-менее хорошее состояние, поэтому я могу взять ещё несколько человек на этот курс. Повторять я его не буду, так что хорошенечко подумайте. Вот просто так до кучи покупать и участвовать не надо только тем, кому нужно по-настоящему, потому что там предстоит работа. И я сейчас вас пугаю на самом деле, потому что это не вот эти вот простые курсы, которые просто взял, послушал. Нет, они трансформационные. И да, раньше, когда я ещё преподавала по бизнесу всякие штуки и так далее, я бы сказала, что если кто-то вам на своих курсах обещает гарантию, стопроцентно бегите от этого человека, они вам неправду говорят. Никто не может дать гарантию. А вот сейчас я сама хочу сказать, что если вы будете проходить те практики, которые я буду давать на курсе, изменения масштабные вам гарантированы. вы просто не сможете от них отлынуть. Те, кому нужно, всё услышали. А я плавно перейду к тому, что я, дорогие мои, сильно жду, что вы возьмёте и напишите мне, что случилось в вашей жизни важного. Да даже если ничего важного не случилось, пожалуйста, вы просто отпишите, что вы есть. Мне будет очень приятно. Очень целью, что вы дождались, и мы сейчас с вами вместе. Так, следующее видео. Астросакральное. Готовьтесь. Выйдет вот буквально-буквально. Оно уже снято, сметировано. Чуть-чуть там доделать. Увидимся с вами в следующем видео. Пишите мне строчечки. Ура-ура-ура. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!